Это Олимпийский парк в миниатюре. В новый арт-объект включены все знаковые места и меретинки. В целом, тематическая зона отдыха представляет собой композицию из Олимпийских колец, выполненных из монолитного бетона. Размер площадки – более 300 квадратных метров. Это место, считают власти страны и города, должно стать памятным для многих поколений сочинцев. Тематическую зону посвятили всем участникам Олимпийской стройки и создателям проекта «Сочи-2014». В их числе и куратор Сочинской Олимпиады, вице-премьер России Дмитрий Казак. Зампредседателя правительства отметил, что этот сквер создан благодаря реализации федерального проекта «Создание комфортной городской среды». И Сочи стал пионером в этом движении. Помните, какие дискуссии были в 2008, 2009, 2010 году, стройка надоела. Но чуть-чуть потерпели и получили совершенно другой город. Мы будем продолжать эту программу. Из федерального бюджета ежегодно выделяется более 25 миллиардов рублей. Они распределяются для муниципалитетов. Через эти пять лет получим совершенно другую городскую среду в целом нашей стране. Это очень важный элемент. Важный элемент и качества нашей жизни, и элемент нашей внутренней культуры. Сегодняшний Сочи – это площадка для мировых политических, культурных и спортивных событий, отметил губернатор Краснодарского края. Но в первую очередь это современная инфраструктура, а значит комфортная среда для проживания, – подчеркнул Кондратьев. На самом деле я согласен с мэром. Огромные слова благодарности бесконечно будут заслуживать те, кто создал наш Сочи современным, красивейшим, спортивным, ну и, конечно, плодоустроенным, комфортным городом для жизни, самое главное. Потому что в первую очередь выиграли от Олимпийского Сочи вы, жители Сочи, которые сегодня пользуются этим наследием. Я еще раз хочу обратиться к молодежи. Друзья, вот то, что сегодня мы открываем, вам в этой красоте жить. Это большое счастье, я уверен, жить в Сочи, принимать гостей со всей нашей страны и за рубежа и гордиться тем, что вы сочинцы. Создание новых зон отдыха и мест благоустройства активно обсуждается с сочинцами. И благодаря такой работе только в прошлом году в городе открыли пять скверовых парков. В 2018 благоустройство и создание комфортной городской среды только наберет обороты. Это и есть тот арт-объект, который всегда будет напоминать всем гостям города, всем жителям города, тех людях, которые создали эту красоту, создали хорошую инфраструктуру города. И, по сути дела, развернули работу в другую сторону, в лучшую сторону. Мы стали круглогодичным курортом и с каждым днем набираем обороты. Мы планируем уже в этом году построить новый парк на Мацесте, новый сквер на Светлане. Мы планируем завершить строительство сквера на голубых далях. Мы планируем заняться ремонтом некоторых дворовых территорий. Благоустраиваться будут как общественные придомовые территории Сочи, так и сама набережная в Амеретинке. На сегодняшний день она включает в себя 21 современную пляжную территорию, одна из которых в этом году претендует на получение голубого флага – престижной премии, которую Международный экспертный совет присваивает лучшим водным территориям мира. Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...